Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Александр Михайлович! Здравствуйте! Русский вперёд! В передаче «Родная земля! Великая Россия! Святая Русь! С нами Бог!» Слава Богу, что мы русские! Александр Михайлович, тема сегодняшнего нашего разговора какая? Что скажете? О чём будем говорить? Мы рванули вперёд. 19 апреля вице-премьер Марат Хуснулин встретился с субъектами Российской Федерации, с главами субъекта Российской Федерации, с Аксёновым и с Разважаемым. Ну вот и мы поговорим о том, о чём же они всё-таки разговаривали. О чём же они разговаривали. И какая перспектива нас ждёт социально-экономического развития данных регионов. В ближайшие годы. В ближайшие годы. Крым и город-герой Севастополь. Посмотрел и послушал я, и пришёл к выводу. Не дождусь я, наверное, расцвета, развития, экономического развития данных субъектов. Я думал, вы скажете, Серёжа молодец. Это сам. А при чём здесь Серёжа? Главный посыл заключался в том, что, Павел Евгеньевич, мы построили очень много дорог, и то качество, которое мы строили, заслуживает внимания. А я задаю встречный вопрос. А строил кто? Строил народ Российской Федерации. На его кровно заработанные деньги. А мы использовали эти деньги в том или ином случае, целесообразность или эффективность их использования. И вот Михаил Разожаев заявил, в 1923 году мы выиграли, то есть мы нас отметили в качестве безопасных и качественных дорог. И мы получили приз «Золотой каток». В буквальном смысле «Золотой каток». Да, ну типа сувенирный такой. Я понял. Вот. Действительно, аварий меньше стало. На трассе Таврида… Павел Евгеньевич, это трасса федерального значения. И строит эту трассу, строит народ Российской Федерации для государства российского. И вопрос заключается в том, что он идет и дальше. В этом году у нас запланировано 120 дорог, 55 километров. Вопрос. Каждую дорогу по 2 километра. На 2024 год. Ну, тут уже… А вопрос заключается, Павел Евгеньевич, и вопрос заключается очень просто. А где мы в перспективе будем деньги брать? Сколько мы будем сидеть на дотации у государства, у народа российского, и пожирать эти деньги, которые нам на шару достаются? А перспективы я в этой встрече не увидел. Почти не увидел. В свободно-экономической зоне будет выделено столько денег. Вот на Крым, в свободно-экономической зоне, она сколько? Два года. 240 миллиардов выделенных денежных средств. И 240 миллиардов, я посчитал, возможность создания тех или иных фермеров, то есть фермерского хозяйства, государственного сектора развития экономики, сельского хозяйства. Этих денег, возможно, хватило бы целенаправленно направить в то или иное оружие. Где у нас развитие судостроительного завода «Залив», где у нас развитие судостроительного завода «Море Федоси», где у нас развитие завода «Орженикицы», где, где, где. Но они молчат. Мы на 2024 год и перспективе в 2023 году, мы увидели перспективу развития строительства многочайников. Вот вся перспектива, которая нас ожидает. И я хочу задать вопрос вице-премьеру Марат Куснулина. А может, остановимся в строительстве? У нас есть что строить за Уралом. И сейчас то, что сейчас природа сделала, мы еще долго будем пожинать их плоды. То, что сусники съели. Вот в чем задача заключается, а не застроить Крым. Крым нужно развивать как стратегически неподтапляемая авианосец и точка. И это уже доказана история. Те вице-премьеры, которые были до вас, а в частности Альфред Кох, они показали свою несостоятельность. И где они сейчас, 15 года? За границей. И что они сделали? Продали все, что можно. И продали все, что имели доступ к данным. А то и секреты. Ну, насколько я помню, конструкторское бюро Яковлева, там секретные чертежи были, например, Як-130. Так он что сделал? Продал их Италии в счет погашения долга. Вот такое развитие государства российского нас ожидает. Если мы не поменяем век развития, я думаю, что после, когда Владимир Владимирович вступит в должность, президент Российской Федерации, после инкурации, необходимо полной смены экономической развития государства. Полная. В том числе реформа политической системы. В том числе реформа судебной системы. Это все назрело уже вчера, а не сегодня. Александр Михайлович, вы вот правильно все говорите и по поводу дорог, и по поводу денег, и по поводу всего. Но вот сегодня очень многие люди, когда мне звонят, они мне высказывают мнение и говорят в адрес нашего общественного движения, на наш город Герой Севастополь. Ребята, только вы говорите о том, что сейчас нужно прекратить все строительства, прекратить там какие-то крупные вложения денег, там Крым, не Крым, там и прочее. А у нас сейчас две беды. СВО, фактически, которая идет, можно так сказать, война, натуральная война, широкомасштабная война. Такой войны еще мир не видел. Вы знаете о том, что немцы уже фактически готовы или уже вошли в Литву? Немцы вошли. Они уже там находятся? Да, они уже вошли. То есть фактически сегодня идет продвижение НАТО на восток. Поэтому сегодня надо забыть про дороги, про какие-то крупные вложения, в том числе и про 6,5 миллиарда рублей, которые брошены, хотят дать Севастополю на восстановление против шторма, вот этого, который шторм века был. Все деньги аккумулировать, и все для фронта, все для победы. Иначе никаких дорог у нас вообще ничего не будет. Павел Евгеньевич, да тут вопрос заключается в этом. Если они хотят строить, вы уберите Государственного дома Совета Федерации и Генеральный прокурор, в Омск, в Томск, и стройте там моногород для... Они же не поедут туда. И вопрос-то в том, что они уже просто... Понимаете, как раньше шарики-то катали? На персочнике. На персочнике. Они просто сидят, я этому дам деньги, я этому не дам. И вопрос-то в том, что необходимость уже заназрела. И вопрос-то в том, что... Понимаете, оказывается, русские стали иногентами в своей стране. Вот самое страшное в чем. Да, вы правы. Я бы мог рассказать и больше. Как говорят, принял один раз присягу, принял ее с честью, совестью, 28 календарей служил. Мог бы сказать, кто такой господин Сердюков и кто такой Васильева. Понимаете, что они натворили? Итог их творения. Итог творения. Раступись, рванили на народ гуляет. Как это остановить? Это должно было государство регулировать. Как это остановить? Вот в чем вопрос заставить. А у нас что? Они сейчас все губернаторы побежали, как президент Российской Федерации. Владимир Владимирович, вы меня на следующий срок возьмите, я лучший. Ну, это и понятно. У кого хочется прозевать? Нет, Павел Евгеньевич, я хочу сказать, ребята, становитесь взад, и народ вас будет выбирать. Мне кажется, что сегодня в Российской Федерации наступило время глубочайшей переменной трансформации. Она неизбежна просто. Потому что сама ситуация, которая, в общем-то, тяжелая, она заставляет всех меняться. Понимаете? Не может сегодня никто не измениться. Все будут меняться. Павел Евгеньевич, вы правильно говорите. И у нас есть любители повторять, и любители Столыпина. Нам не нужны потрясения. Нам нужна Великая Россия. А наша задача, вот те, которые, Усмановы, там, это, Фридманы, кто еще? Чубай. Чубай уже за границей. Мы должны их остановить и сказать, ребята, хватит, вы нажрались. Дальше уже нажраться некуда. Вот. И должны работать на Россию. А что мы делаем? Мы, народ налогами, это самое, премьер-министр налоги со своих удодов убирает, убирает, а эти налоги НДС вешает на народ. Яйца по 120 рублей, масло по 120 рублей. А где у нас сельское хозяйство? Где у нас промышленное? Где у нас химическое промышленное? Где легкое промышленное? Где автомобильное промышленное? Что мы можем показать хотя бы одну машину собственного изготовления? Нет у нас этого. А кто в этом виноват? В этом виноват экономический блок. Чем быстрее эта реформа начнется, тем быстрее мы должны увидеть эти результаты. Но самое главное, я хотел вот что сказать. И вот мы затронули Коха, понимаете, и вопрос-то в том, что он же все-таки вот этой приватизации на начальном этапе. Кто дал толчок? Чубасе. западом Бану. Я хотел бы привести слова о его вступлении еще в 98-м году. Интервенка. Что Россия это банкротчицей страна. Без будущего, экономического будущего. Россия сырьевой предаток. Безусловная миграция всех людей, которые могут думать. Далее развал превращений в 10 маленьких государств. Многострадальный народ страдает по своей собственной вине. Их никто не оккупировал, их никто не покорял, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стучали, сами сажали в тюрьмы, сами себя расстреливая. Поэтому этот народ по заслугам пожинает то, что он плодил. вот слова в 98 году сказанные Альфредом Коком, вице-премьером правительства Российской Федерации. Уважаемые друзья, в 92 году Ельцин сказал расстреливаю Белый дом. Мы не для того брали власть. Чтобы ее отдать добровольно. Да, чтобы ее отдать народу. Мы никто. И наша задача напомнить, есть Конституция, есть голова номер три. Народ это власть. Александр Михайлович, спасибо, очень хорошо сказали, все здорово. Я хочу добавить вообще для наших зрителей, сказать, что все-таки наше мнение такое, что все время происходят какие-то изменения в мире. Нету какой-то одной застывшей стабильной ситуации. И если говорить, например, как бы правильнее сказать, что политика это как шахматная игра, то есть где не скончаемая партия, то есть если в шахматах довери до какой-то ситуации и все, и партия проиграна, и партия выиграна, то в мире фактически получается так, что это нескончаемая игра в шахматы, то есть меняются рокировки, изменения, президенты, ситуации, войны, катаклизмы, все постоянно находится в динамике. Но политикам нужно в первую очередь заботиться о главном, о народе, потому что не будет народа, не будет ни хрена не будет вообще, ничего не будет. Закончится тем, что территорию просто заберут. Понимаете и таких примеров в мире очень много. Вы знаете, как поступили смельные, разорвали Каддафи и уничтожили его фактически. Как произошло это в Ираке, когда Саддама Хусейна обвинили якобы в химическом оружии, что он там находится оружие и прочее. На самом деле там потом комиссия позже показала, что там не было никакого оружия. так вот это химера не побоюсь этого слова американцы и англичане подлецы просто-напросто. Им не нужна стабильная ситуация в России. Надо постоянно прокачивать, прокачивать, прокачивать через кого? Через своих агентов, таких, которых они еще в 90-е годы поставили. Понимаете, вот сегодня пришло время, когда нужно дать оценку по прошествии этих 30 лет разобраться, кто и как и когда себя вел на протяжении всех этих 30 лет и всем по заслугам. Вот что должно быть. Правильно, Павел Евгеньевич, вот и Дэн Сиопин докладывал народу Китая на Госсовете. Вот что нужно. В виде Госсовет, а не Совет Федерации и Государственного Долга, он сказал, что Китай достиг тех высот, что мы сейчас на третьем месте по атомной энергетике. Знаете, это самое... после Америки, Франции и Китай. А где Российская Федерация? Дело в том, что вы сейчас называете про дороги, говорите, проекты дорог, в том числе и федеральная дорога Таврида. Если взять сегодня построение дорог Китая и их качество их дорог, и плюс взять за основу сколько потрачено на денег, то мы здесь проигрываем и проигрываем очень сильно и по мосту проигрываем в стоимости этого моста по всем показателям. Поэтому надо сегодня, вы правильно сказали, где автомобилестроение, где то, где это, все правильно. Но дело в том, что сегодня нужно это все систематизировать полностью. У нас прекрасные автомобили. Вот я когда был в Индии в 2005 году, там полно было наших автомобилей, те самые Нива, да, полно было восьмерок девяток и они с удовольствием там ездили. Все зависит от того, какая себестоимость автомобиля и какую вы фактически предложите цену за этот автомобиль. Вот. Сегодня в России есть необходимость народного автомобиля, именно который произведен российского производства. Вот. Я думаю, что это небольшая проблема. Ученых у нас вообще, у нас очень много ученых и сегодня нужно над этим потрудиться и буквально в смысле если сейчас когда 7 мая пройдет инаугурация необходимо выстроить будет новое фактически правительство. Взять этот курс направление на развитие Российской Федерации с учетом того, что уже произошло, какие проблемы мы имеем. Вот. Оторвать так сказать от этой нашей экономики поставщиков, которые фактически наживались на России фактически и идти своим собственным путем примером тому Китай. Александр Михайлович, вам спасибо, нашим зрителям тоже всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии, будем обязательно читать ваши комментарии и даже считаю, что нужно целую целый ролик посвятить именно комментариям, которые пишут нам люди, но об этом позже, всем спасибо, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok